Многие наблюдатели на минувшей неделе отметили странное поведение ради Хабирова. Оценки случившегося несколько разнятся, так что давайте разберемся в произошедшем по порядку. На оперативке 11 ноября во вторник Хабиров загадочно роняет фразу о том, что он собирается ехать в Казахстан, причем собирается ехать на машине, на автомобиле, что само по себе очень странно и однозначно исключает поездку с какой-то делегацией, с какой-то официальной миссией. Я еще тогда подумал, ну странно как-то вообще-то главе региона ехать с каким-то визитом в соседнюю страну на машине. 9 ноября в четверг мы узнаем о визите Владимира Путина в Астану и синхронно в Башкирии все СМИ сообщают о внезапном заболевании Хабирова ковидом. Что же случилось на самом деле? Хабиров очевидно пожелал попасть на саммит России-Казахстан и почему-то выбрал наземный транспорт. Он даже выехал в направлении границы с Казахстаном, но был остановлен какой-то неведомой силой и возвращен на рабочее место. Это дополнительно известно. После этого, понимая, что вот эти странные маневры и развороты надо как-то объяснять, была придумана версия с ковидом и по команде Урала Кельсинбаева все подведомственные СМИ и прочие информационные источники тут же запустили вот эту версию о том, что Ради Фаридович заболел ковидом. Ну, поражает синхронность, одновременность этого всего. Насколько мне известно, пресс-служба главы региона обзванивала СМИ, чтобы проконтролировать и новость эту продублировать. Ну, прямо скажем, версия весьма тупая и незамысловатая. И давайте теперь поймем, что же произошло по сути. Понимая, что заразиться ковидом у Хабирова была вероятность там 1 к миллиарду, мы помним, что по последним докладам министра здравоохранения у нас еженедельная заболеваемость ковидом там 78 человек на 4 миллиона населения. В общем, умудриться надо было. Естественно, в версию с ковидом мы не верим. Давайте разбираться, что же случилось. Вообще, в делегацию, сопровождающую Путина в зарубежные поездки, попасть по собственному желанию или там по заявлению никак нельзя. Списки составляют администрации президента и многажды их проверяет и согласовывает, в том числе и с самим Путиным. Хабирова в этих списках однозначно не было. Иначе бы он вылетал в Астану в составе официальной делегации прямо из Москвы. Зачем Хабиров так отчаянно рвался в Казахстан поближе к Путину, пока непонятно. Возможно, последние события обыски и аресты в ближайшем окружении дорогого Радия Фаритовича в его сознании вызвали панику. И он решил попросить защиты у Путина, обещая взамен, например, 143% на выборах в марте. Но точно мы этого утверждать не можем, можем только предполагать. Но можем быть более или менее уверены в том, что Хабирову остро необходима опора для его власти в регионе. Опора, которая в последнее время очевидным образом основательно расшаталась. А то, что Хабиров демонстративно, публично не был допущен к Путину, даже на среднюю дистанцию, наводит на мысли о том, что Кремль уже принял определенные решения и выводы сделал в отношении дорогого Радия Фаритовича. И дальнейшие переговоры с размазыванием слез по лицу, в общем-то, уже не имеют никакого значения. В любом случае, произошедшее является каким-то знаковым событием и, видимо, предвестником того, что будет происходить в ближайшее время. Ну, мы, естественно, как обычно, будем наблюдать, анализировать и делать выводы. А то, что у Радия Фаритовича в хозяйстве творится что-то неладное, для меня, например, абсолютно очевидно. На минувшей неделе ведущий экономист современности Рустем Шаяхметов объяснил нам, почему в школах Республики Башкортостан продолжает нарастать дефицит учителей. По словам экономиста Шаяхметова, более 3% вакансий учителей в Республике Башкортостан на данный момент пустуют. И причина этому крайне низкий уровень оплаты труда. Работая в среднем на две ставки, учителя получают только 80% от средней зарплаты по региону. И это объясняет тот факт, что средний возраст учителей Республики составляет 55 лет, тогда как по Российской Федерации этот показатель 44 года. То есть молодые педагоги, понимая нищенскую перспективу, в школу в Башкортостане идти не спешат. А еще на прошлой неделе Госсобрание Курулта Республики Башкортостан утвердил прожиточный минимум для жителей региона. Получающие в месяц по 300-500 тысяч рублей депутаты Госсобрания решили, что ребенок в Республике проживет на 12 550 рублей. Пенсионер может существовать на 13 340 рублей. А взрослый работающий житель Республики может протянуть целый месяц на 14 991 рубль. Полагаю, что за подобную щедрость жители Республики должны отбить земные поклоны лично депутатам Шамилю Валееву, Зульфье Гайсиной, Камилю Бузыкаеву и Джеффу Монсену. Несколько дней назад численность подписчиков нашего канала перевалила отметку 40 тысяч человек. Эта цифра для меня очень важна и вот почему. 40 тысяч подписчиков это каждый сотый житель Республики Башкортостан вне зависимости от возраста и пола. 40 тысяч подписчиков это каждый 55-й житель региона в возрасте 18-60 лет. А это примерно тот возраст, который имеют наши подписчики, судя по статистике Ютуба. Согласитесь отрадно понимать, что нас так много смотрят и слушают в Республике, что наша аудитория растет. Но это еще не все. Статистика канала говорит о том, что каждый месяц канал посещает 100 тысяч уникальных пользователей. А это уже, извините, 2,5% населения Республики. И почти каждый 20-й в возрасте 18-60 лет. Ну, можно я немножко погоржусь самим собой. Аудитория нашего канала это больше, чем аудитория всех вместе взятых политических каналов по Республике Башкортостан. Всех этих, значит, про УФУ, МКСЭТОВ и прочих-прочих, я имею в виду каналы Ютуб. Повторюсь, очень радует, что наша аудитория растет. И если вы смотрите канал «Открытая политика», но почему-то еще не подписались на него, обязательно подпишитесь. Во-первых, это безопасно и полезно. Во-вторых, мы будем понимать, что мы вам нужны. А вы не пропустите важную и интересную информацию, которую мы вас стараемся снабжать еженедельно, дважды, иногда и больше раз каждую неделю. То есть, ваша подписка – это подтверждение того, что мы вам нужны. И определенный стимул для нас, чтобы мы работали еще лучше. Складывается ощущение, что скоро уже не останется ни одного советника или помощника Радия Хабирова, которого не обыскали или даже не арестовали. На этой неделе пришли за советником по науке Русланом Казыхановым. Обыск и изъятие документов прошли в офисе Евразийского научно-образовательного центра, того самого, которым так громко и часто гордится дорогой Радий Фаридович. Следствие подозревает, что советник Хабирова и по совместительству руководитель Евразийского научно-образовательного центра Руслан Казыханов от имени учреждения и на бюджетные средства заключал контракты, что называется, сам с собой. И причем контракты эти были на десятки миллионов рублей. В частности, у следствия вопросы к контракту между ОНО Евразийский научно-образовательный центр и Центром науки Республики Башкортостан. В обоих этих организациях Казыханов числится в руководстве. А сами контракты, ну это вообще просто песни. Вот послушайте, чего стоит только разработка за 9 миллионов рублей и некого образовательного ландшафта Республики Башкортостан. Согласитесь, фантазия бурная у этого самого Казыханова. Кстати говоря, откуда взялся этот светоч башкирской науки, так и непонятно. Но вот глянулся ради Фаритовича, то ли внешне, то ли внутренне, я не знаю. И вот бах, и стал, значит, таким вот крупным деятелем, развивающим башкирскую науку. Ну, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Вот уже в дверь стучат коваными прикладами. Много уже сказано о своеобразии хабировской команды и кадровых подходов в этой команде. Ну, неужели не нашлось ученого, у которого хватило хотя бы мозгов не заключать контракты с самим собой? На фоне этого Казыханова, другой помощник, беру это слово в кавычках, хабирова, Рустем Ахмадинуров и тот гением схематозов, кажется. Похоже, трагедия в социальном учреждении, которая случилась в январе 2020 года, когда погибло 11 человек, не научила никого ничему. Тогда Ленара Иванова, министр труда, социального развития и семьи, во время этой трагедии отплясывала на какой-то предновогодней вечеринке, а люди горели в огне. И вот опять. Крупнейший пожар в психоневрологическом интернате в селе Юмагузино, по счастью, не унес ничьей жизни, ну, только благодаря слаженным действиям МЧС, которые спасли 111 человек. Но очередной пожар в интернате только подтверждает профессиональную непригодность Ленара Хакимова. Министр труда, социальной защиты и семьи не сделала никаких выводов. Похоже, организация противопожарных мер в уверенных ей учреждениях осталась неизменной и на уровне того самого 2020 года. Я не знаю, чего ждет Хабиров, я не знаю, чего он боится, почему он опасается там московских покровителей Ивановой. Она, конечно, за долгие годы набралась там связями и всевозможными влияниями. Но, я не знаю, остается дожидаться, когда кого-нибудь действительно очень много погибнет на подобном пожаре, чтобы был повод от нее избавиться. Ужасы нашего городка продолжаются. Уфа прошедшую неделю привычно бултыхалась в болоте коррупции и раздолбайства. Например, Управление Федеральной антимонопольной службы заподозрило в сговоре администрацию Уфы и клининговой компании при попытке поделить рынок уборки в школах и детсадах. Ну, казалось бы, что за тема? Тряпки до ведра, скажете вы. Ну, не скажите. Тема вкусная и емкая. Миллиард рублей за два года. И вот именно на этот миллиард, на два года, покусились Уфимская мэрия, пытаясь заключить контракты с дружественными игроками клинингового рынка столицы Республики Башкортостан. Остается надеяться, что Федеральная антимонопольная служба не допустит сговора и планомерно отменит те контракты, которые были заключены. Кроме этого, проконтролирует последующие за этим перезаключенные контракты. Потому что вот этот рынок клининга действительно многие годы отдает как-то нехорошо, каким-то душком. И согласитесь, миллиард это немало. А что же Ратмир Рафилович? В печали, в заботах? Да ничуть не в печали. В заботах наш мэр, мэр Уфы, второй раз за три года открывает сквер полярника Альбанова. С тем же самым якорем, который стоял там три года назад. Ну и примерно с той же самой плиточкой. У меня уже закрадывается подозрение, что Мавлиев задался целью непременно переоткрыть заново лично все объекты, которые были построены и открыты до него предшественниками. Ну, так он скоро уже проспект Салавата-Юлаеву откроет. Ну или сам памятник Салавата-Юлаеву откроет. Ну при условии, что памятник не сверзнется ему на голову. Тем временем неблагодарные уфимцы категорически не желают наслаждаться плодами трудов Хабирова и Мавлиева. Безответственные мракобесы на днях разгромили арт-объекты сквера имени Михалева на улице Зорги. Ну, не понимают уфимцы своего счастья. Не хотят наслаждаться этими сквериками и парками. На минувшей неделе Ради Хабиров учредил премию для журналистов в Башкортостане. Суть премии в ее названии. Достоверность, ответственность, мужество. По 300 тысяч рублей выдадут 20 журналистам РБ, вот следуя этим самым трем главным принципам. Простите, но это уже даже не смешно. Хотя на номинацию однозначно могут претендовать Елена Прочаковская, Арслан Нигматьянов и Шамиль Валеев, правда придется немного подкорректировать название премии. Ну, например, я предлагаю так. Ложь, кураж и жадность. Ну, или, например, вранье, предательство и трусость. Ну, вот тогда будет все очень гармонично. И тогда не то, что 20-200 номинантов найдется по республике. Вчера, в пятницу, стало известно о блокировке, загадочной блокировке телеграм-каналов башкирских националистов. И, в частности, речь идет о телеграм-канале Куштау Онлайн, на котором было более 14 тысяч подписчиков. Администраторы и участники этих каналов немедленно обвинили в блокировке башкирский Белый дом и лично Урала Кельсиньбаева, курирующего внутреннюю политику в республике Башкортостан. Однако, на мой взгляд, не все так просто. Борцуны за гегемонию башкирского народа по месту проживания упустили в своих обвинениях несколько весьма важных деталей. Во-первых, телеграм не блокирует каналы только по требованию властей, либо каких-то правоохранительных органов. Господин Дуров ведет достаточно либеральную политику и не идет на поводу у российских властей. Во-вторых, насколько мне известно, блокировка произошла действительно по инициативе самой социальной сети, а вовсе не по инициативе властей. Судя по всему и судя по заявлениям господина Дурова, после событий в Махачкале он был намерен заблокировать все каналы, которые исповедуют сходную религию, сходные теории и идеи, в том числе и антисемитизм, которого было предостаточно на канале Куштава Онлайн. В-третьих, у господина Кельсинбаева, которого так обвиняют и которого я тоже недолюбливаю более чем, нет у него таких компетенций или ресурсов, чтобы воздействовать на телеграм-каналы. Он тупо не в курсе, как это делается, простите. Квалификация Урала Тагировича крайне низкая. Он обычный завхоз, обычный начальник района, или кто он там был, который в основном занимался обихаживанием территории вокруг озера в парке Якутова. Понимаете? То есть возводить его в ранг какого-то демона внутренней политики, ну точно уж неразумно. И еще один вопрос к этой блокировке. Если блокировка произошла по воле кровавого режима, то почему неподконтрольный режим у телеграм запретил идеологам Куштава Онлайн создавать впредь группы и аккаунты? Ну тут что-то не сходится, согласитесь. Я все-таки склоняюсь к версии о том, что закрытие этих каналов случилось по воле самой социальной сети, по воле самого телеграма, а вовсе не по воле вот этого демонического Урала Кельсинбаева. И если уж пошла речь о ресурсах и деятельности башкирских националистов, не поленюсь еще раз изложить свою позицию по поводу национализма вообще. Потому что об этом что-то пошли какие-то разговоры. Я вам приведу те тезисы, которые я исповедую в этом вопросе, и как говорится, нравится вам это или нет, решайте сами. Я однозначно не приемлю никакого национализма, ни башкирского, ни русского, ни украинского, ни даже перуанского. Любое возвышение человека или наделение его какими-то отдельными правами по признаку национальности, это средневековое мракобесие и беспомощность этнической группы или народа добиться успеха через созидание и прогресс. Я лично за развитие национальной идентичности и самосознания нации через сохранение развития языка, культуры и традиций. И никак иначе. Ну, все люди всех национальностей равны. И не хуже, и не лучше друг друга. И на этом, как говорится, аминь. Как и было заявлено, 7 ноября прошла первая трансляция заседания учрежденного Диларой Гундоровой народного правительства. Заседали двое. Сама Гундорова и почему-то Рамиль Рахматов. Трансляция длилась более двух с половиной часов. И я прямо вам скажу, целиком и бесплатно осилить ее доступно не каждому. Это вот честное слово. Что, собственно, в сухом остатке. Рамиль Рахматов теперь министр идеологии самоназванного народного правительства. Это первое. С первых минут трансляции мадам Гундорова заявила, что если предприятие Башмедь не распахнет ей свои золоченые объятия, она за себя не ручается, и к Башмеде у ее народного правительства возникнут вопросики. Ну, примерно всех, по словам Гундоровой, ждет та же самая участь, если эти все немедленно не полюбят ее. Ну, честно говоря, я так и не понял, что это было угрозы или своеобразное приглашение для спонсоров. Ну, это все осталось за скобками. Далее небезызвестный дядя Гриша Горовой был выведен на видеосвязь. Но участвовать в работе народного правительства Гундоровой дядя Гриша решительно отказался, сославшись на врожденную неусидчивость, несистемность и любовь к родной природе. Про СВО Рамиль и Дилара говорили с опаской, путанно, не называли вещи своими именами, но, видимо, боялись обидеть Владимира Владимировича. В итоге я все равно не понял окончательно и не пришел никаким выводом вообще, что это было. Попытка кому-то мстить, проявление какой-то социальной похоти, ну, или банальное вымогательство, я так и не понял. Ну, поживем-увидим, но боюсь, что такими темпами состав народного правительства соберется где-нибудь ориентировочно к 2050 году. Ну, и показательно, что за два месяца нашелся только один министр, да и тот раненый Рамиль, который тут, значит, чего-то посидел два с половиной часа в эфире и отправился обратно по своим делам в район боевых действий. И за четверо суток, кстати говоря, эта трансляция набрала 275 просмотров. Так что, ну, будем наблюдать, но, как говорится, уже без прошлого энтузиазма. Мы, канал «Открытая политика», не просим денег у Башмеди, у БСК или у МПО, но мы настоятельно просим подписчиков нашего канала помогать нашему каналу. Ведь мы работаем для вас, и, соответственно, вы, наверное, заинтересованы в нас. Помочь нам можно единственным способом. Мы публикуем расчетный счет, по которому вы можете перечислять ту сумму, которую считаете возможной и необходимой. Всем за это заранее огромное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok